...относительно того, как много делается в правительстве Российской Федерации, как много внимания уделяется правительствам Российской Федерации, в том числе по поручению президента, как много делается в нашей стране в рамках экономики замкнутого цикла. Хотела бы попросить вас рассказать об этом сегодня. Спасибо, Денис Петрович, уважаемые коллеги. Мне кажется, недостаточно делается, иначе бы мы сегодня говорили уже не об экономике замкнутого цикла, как о старте проекта, а подводили некие итоги. Но хотела бы начать и не с этого. Еще в 2015 году ООН определила цель устойчивого развития. И одной из целей устойчивого развития всей планеты провозгласила переход к рациональным моделям. Рациональные модели потребления и рациональные модели производства. И очень интересный факт ученые положили в основу этой модели и соответствующей цели устойчивого развития. Если к 2050 году население планеты подойдет к планке 10 миллиардов, 9,6 в частности в расчетах использовалось, то и не меняет, и никто не будет менять свои привычки. То есть мы будем жить так, как привыкли, потреблять так, как привыкли. Это приведет к тому, что нам потребуется природных ресурсов от трех планет Земля. И себе позволить этого, естественно, человечество не может. Поэтому необходимо пересматривать привычки и необходимо уходить от принципов традиционной экономики, которые связаны с добычей, производством, использованием и накоплением большого количества мусора. Именно к принципам, о которых вы сказали, экономики замкнутого цикла. Действительно, в правительстве мы, исполняя поручения президента, приняли решение одним из таких прорывных проектов, прорывной инициативы социально-экономического развития до 30-го года, сделать именно экономику замкнутого цикла. Проект большой. Он носит межрегиональный, межведомственный, межуровневый характер. Он объединяет многие сферы, многие министерства, абсолютно все субъекты Российской Федерации. На проект, на трехлетний бюджет. В трехлетнем бюджете мы предусмотрели больше 10 миллиардов рублей и заложили несколько принципов, как мы будем реализовывать экономику замкнутого цикла в Российской Федерации. Шесть таких основных принципов мы для себя обозначили. Первое, конечно, это снижение отхода образования. Второе, это создание необходимой инфраструктуры. Мы с вами столкнулись с тем, что в рамках реформы обращения с твердыми коммунальными отходами наши цели опережают возможности. У нас пока нет достаточных мощностей по сортировке и утилизации. И экономика замкнутого цикла диктует такие же требования к инфраструктуре. Она должна создаваться опережающими темпами. Третье, на что мы обращаем внимание, это, конечно, неперерабатываемая упаковка. И вот с нами Александр в сессии принимает участие. Я бы хотела, чтобы такие крупные представители бизнеса, крупного бизнеса, транснациональные компании рассказали, поделились лучшими практиками, как уходить от неэкологичной упаковки к упаковке, которая будет утилизироваться и состоять в том числе из вторичных ресурсов. Мы говорим также в рамках экономики замкнутого цикла о том, что необходимо заниматься экологическим просвещением. Начинать нужно, как вы тоже правильно отметили, с себя, с культуры потребления. Начинать нужно с каждого человека. И, безусловно, ни государство с государственными институтами отдельно, ни бизнесы отдельно, ни граждане отдельно или эко-волонтеры не в состоянии изменить ситуацию, которая сегодня сложилась на планете и в Российской Федерации в частности. Поэтому это усилия совместные. Общество, государство и бизнеса. Еще очень важный момент – это как раз контроль и администрирование всех процедур. Мы в рамках действующей системы расширенной ответственности производителей и импортеров сталкиваемся с тем, что немножко скрывают реальную ситуацию представители бизнеса. Несколько лукавят утилизаторы. Те, кто должен утилизировать упаковку, красиво отчитываются, но не всегда утилизируют тот объем, который выпущен в обращении. Поэтому такая система прозрачного, эффективного контроля двустороннего информационного взаимодействия утилизаторов, производителей упаковки и товаров и государственных контролирующих органов – это тоже очень важный инструмент. Это такая система доверия, построенная на современных цифровых технологиях. В качестве примеров, где могут быть, с моей точки зрения, успешные примеры, успешные кейсы вовлечения потенциальных отходов в экономику замкнутого цикла, я бы несколько назвала. Абсолютно чудовищные цифры отхода образования в недропользовании. По данным 2020 года у нас 6,5 миллиардов тонн – это отходы недропользования. И, конечно, эти отходы должны стать вторичным материальным ресурсом. Должны уйти из категории отходов с применением соответствующих технологий. С моей точки зрения, все эти отходы могут использоваться как в рекультивации земель, как в самом недропользовании, так и в строительном комплексе. Совершенно спокойно можно из этих отходов делать строительные материалы, использовать их, например, в дорожном строительстве. Второй блок – это отходы, связанные с электроникой, с бытовой техникой. По данным экспертов, в мире это один из самых быстро растущих видов отходов. Он прирастает где-то в год на 3-4% этот вид отходов после потери потребительских свойств именно бытовой техники и электроники. И по данным, например, китайских экспертов, извлечение золота, серебра, палладия, платины из электроники в 13 раз эффективнее, чем получение этих же видов металлов, редкоземельных металлов из руды. Соответственно, я считаю, что это тоже такие низковисящие плоды. Работа с бытовой техникой и электроникой необходима. Необходимо создавать мощности и применять соответствующие технологии. Третье направление, мое любимое направление – твердые коммунальные отходы. Благодаря тому, что мы экономим свое время и сами фактически ориентировали бизнес, все потребители ориентировали бизнес на то, чтобы создавать как можно больше удобных вещей, у нас такое чудовищное количество упаковки. 50% того, что накапливает каждое домохозяйство – это упаковка. И эта упаковка становится сразу, быстро, в моменте твердым коммунальным отходом. И в этой упаковке, конечно, большая часть – это пластик. Безусловно, технологии утилизации пластика существуют. Превращение пластика во вторичный материальный ресурс существует. И дальше из этого пластика можно делать тротуарную плитку, можно делать малые архитектурные формы. То есть использовать это быстро, точно так же, в других важных государственных задачах – создание комфортной и безопасной городской среды. О чем бы я еще хотела сказать? Мы в 2022 году с вами, вы знаете, провели уже несколько совещаний по старту, по запуску этого проекта «Экономика замкнутого цикла». И на чем мы сосредоточились? Первое, что нам необходимо сделать – это сделать нормативные акты. Важнейший закон о вторичных материальных ресурсах. Он подготовлен, внесен в правительство Российской Федерации и сейчас дорабатывается по уже финальным замечаниям государственного права управления. Вот этот закон должен появиться быстро. К нему необходимо несколько подзаконных актов, в том числе стимулирующего характера, чтобы упаковка становилась экологичной, чтобы снижать отходы образования и стимулировать бизнес к переходу на вовлечение вторичных ресурсов в оборот. И мы с вами выбрали, вы знаете это хорошо, три основные отрасли. Это сельское хозяйство, строительный комплекс и промышленность наша, где возможно использовать отходы в качестве вторичных материальных ресурсов. И вот такие три дорожные карты утвердим в первом квартале 2022 года. Плюс еще одно направление, важнейшее тоже я считаю, это как раз та самая инфраструктура. Нам нужно создать экотехнопарки, привлечь резидентов, которые будут заниматься переработкой отходов и созданием вторичных материальных ресурсов. Мало того, мы должны использовать не только существующие технологии, но и заложить основу для будущих исследований. Мы должны анализировать лучшие мировые практики и внедрять новые технологии. И соответствующие неокры и ниры нужно точно так же в этом году, в 2022 году заложить. Вот это основные задачи по экономике замкнутого цикла. Виктория Валерьевна, спасибо большое. У меня сегодня две уникальные возможности. Первая уникальная возможность, это была, я ее уже использовал, задать вопрос Виктории Валерьевны, которая Валерьевна непосредственно мой руководитель.